Денис Малютин В постановке от образа в литературном произведении и чем? Ну, вы знаете, я могу сказать, что, во-первых, это произведение, эта пьеса написана по мотивам романа. В общем, конечно же, есть определенные отличия в том, что первое – это то, что это происходит в те времена, в ту эпоху, а наша интерпретация и интерпретация автора, она больше склонна к нашему современному миру. Вот, поэтому мне кажется, что этот герой, он вне временной, вот, поэтому здесь есть определенные отличия в том, что, конечно, у нас и по возрасту, и артисты, и сам герой, конечно, отличаются от романа Льва Николаевича. Вот, поэтому есть, как бы, такое отличие. А как вживались в роль актеры? Может быть, перечитывали роман, пересматривали фильм? Ну, это большая, серьезная актерская домашняя работа над ролью, это, безусловно, артист не только смотрит видеоматериал или какие-то фильмы, да, с участием каких-то наших известных больших артистов, но и, безусловно, конечно, перечитывая роман. Это так и есть, да. И, безусловно, и я самостоятельно над этим тоже работаю, как над пьесой, как режиссер, и мне необходимо знать всю информацию о том, что будет, и то, что есть в этом произведении. Главную роль исполняет ведущий артист театра Анатолий Кашкарев, да, правильно? А почему выбрали именно его, то есть по каким параметрам, так сказать, он подошел, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, для меня вообще при прочтении самого романа Льва Николаевича Толстого, мне Алексей Каренин показался интересен тем, что его Лев Николаевич как-то вроде бы обошел, понимаете, в истории с Анной, и, конечно, главный акцент он взял все-таки для Анны Карениной. Вот, и этот герой, на мой взгляд, кажется не таким уж и старым, и поскольку Анатолий Иванович Кашкарев наш артист, он совершенно молодой человек, в общем, я ему могу так сказать, и в этой истории, вот, мне кажется, было бы интересно рассказать о том, как мужчина может воспринять какое-то такое, скажем так, временное изменение свое, когда его могут посчитать стариком, как он это чувствует. Поэтому в романе Льва Николаевича это все ушло на второй план, а вот у Сигарева Василия это все-таки сделано больше про, действительно, про человека, который как будто бы понимает, что он стареет. И все вокруг него становятся совершенно другими людьми. — Я знаю, что на сцене использовано минимум декораций. Как это влияет на восприятие замысла зрителям, и почему пришли к такому решению? — Ну, дело в том, что, понимаете, вообще, как бы специфика театра для меня важна в том, что мы должны все-таки, помимо того, что мы должны удивлять, восхищать, да, но еще и должны давать возможность думать зрителю, вот, поскольку те талантливо написанные диалоги автором пьесы звучат настолько как музыкально, так и визуально, поэтому и обойдя минимум декораций, и дать возможность больше сыграть артистам, понимаете? Поэтому здесь вот эта форма была так настолько точно найдена. Кстати, хотел сказать о том, что для меня впервые эта работа с такой постановочной группой, как Настя Глебова, город Москва, вот, это Татьяна Безменова, город Москва, хореограф-постановщик, я ее знаю очень давно, но как режиссер и постановщик, я с ней работаю впервые, потому что я раньше был артистом, вот, и у нас были с ней работы, и вот это первое, и, на мой взгляд, очень замечательно, и я очень рад, что у меня вот именно такая компания. И, кстати, художник по свету сейчас работает, Андрей Шепелев, также из города Москвы. — Вот, опять же, сказали, что вы были артистом. Отсутствие декораций сказывается как-то на ощущении на сцене? Может быть, какая-то ответственность большая перед зрителем? — Конечно. — Конечно. Потому что все внимание, весь акцент находится только на артисте. — Сложнее, то есть? — Конечно, сложнее. Но в этом-то и есть, мне кажется, суть театра и суть артиста работы. Потому что, не взяв на себя внимания, это бессмысленно что-то делать дальше. — Ну вот у вас за спиной огромный актерский, режиссерский опыт, да, получается. Чем эта постановка уникальна по сравнению с прошлыми вашими работами? Что можете сказать? Что вы можете выделить? — Я могу точно сказать, что я впервые работаю с таким драматическим произведением и работаю именно в той форме, которая была найдена нами и всей постановочной командой, и артистами. Я имею в виду во всем коллективе. Эта форма настолько интересна и для меня, как для режиссера, и для артистов. Мы создаем, понимаете, небытовую историю о человеке. Это такое некое сновидение, некая фантасмагория ощущений Алексея Каренина и вокруг его общества. И мне показалось, что это для меня уникально, то, что я как режиссер все-таки делал какие-то другие, ну, гораздо, наверное, проще, наверное, истории, чем это. Вот, поэтому мне кажется, что вот здесь я как бы пытался соблюсти именно тот формат, давайте так скажем, формат истории, который для меня был очень интересен. Часто зрители, на мой взгляд, выбирают спектакль по своему эмоциональному состоянию. Хотим развеселиться, мы сходим на комедию. Хотим подумать, мы сходим на что-то серьезное. Вот вы кому бы посоветовали пойти вот на этот спектакль, Алексей Каренин? Ну, нет. Есть зрители, которые ходят и на комедии, и на драмы, и на трагедии, они одни и те же. Здесь все-таки мы пытаемся сохранить и все-таки искусство в том чистом виде, которое оно есть, которым оно должно быть. Поэтому это драма, и это все-таки, в первую очередь, интересно всему поколению. Я не имею в виду ни взрослых, ни средних, ни молодых ребят, и студентов. Для них это тоже будет очень интересно. Потому что все рано или поздно мы этого коснемся. Что, я имею в виду не той ситуации, в которой оказался Алексей Каренин, но я имею в виду то, что это может случиться с каждым из нас. Когда можно будет посетить премьеру спектакля? Премьера спектакля назначена на 23 мая. Также будет показ 24 мая 2018 года. Ну и в дальнейшем я надеюсь, что в репертуаре театра сохранится наше произведение. Денис, ну скажите о своих дальнейших творческих планах, может, какими-то секретами поделитесь? Откроете завесу тайны? Что еще планируете? Пока нет, пока нет. Завтра будет пресс-конференция, так что я вас жду на ней. Мы завтра расскажем о тех планах, которые мы сделали уже, о тех целях, и какие нас ждут дальше. Денис, вы сказали, что на сцене реализуется такая обстановка сновидения. В чем это выражается? Чем отличается от реальности? Ну, дело в том, что мы нашли с артистами способ существования такой, который не предполагает бытового какого-то восприятия. То есть если даже диалоги происходят у нас и разговоры находятся в какой-то музыкальной тематике, нежели чем это может быть как в жизни, мы можем с вами разговаривать. Вот. Сновидения. Плюс еще мы музыкально поддерживаем эту историю неким таким вот фантазмагоричной, понимаете, мелодией, музыкой. Я не знаю, как это еще назвать. Безусловно, мы можем применять и будем применять световое оформление, которое дает возможность как-то погрузиться в некую, вне-бытовую историю жизни, а вот находиться именно как раз в том пространстве, которое как бы сам для себя Алексей Каренин создает. Денис, спасибо большое за беседу. Я напомню, мы говорили с Денисом Малютиным, режиссера Молодежного театра «Алтая», о постановке Алексея Каренина. До встречи в эфире.